Вопрос о реконструкции моста на автодороге Славянск-на-Кубани-Очуева поднят жителями нашего района и по нему было принято решение на уровне губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. О том, как реализуется это решение, в нашем следующем репортаже. Существующий мост на 29-м километре дороги Славянск-на-Кубани-Петровская-Целинная-Очуева находится в аварийном состоянии. В этом мы смогли убедиться еще раз, посмотрев на его несущие конструкции, которые уже не отвечают требованиям безопасности. В связи со сложившейся ситуацией, в настоящее время по мосту организовано движение по одной полосе, регулируемое установленными светофорами. Полным ходом идут работы по сооружению временного моста, который призван вскоре принять на себя весь транспортный поток, чтобы спокойно можно было выполнять работы по реконструкции постоянного моста. По государственному контракту выиграла ООО «Основа», подрядчик серьезной организации, которые уже приступили, как вы видите, к строительству временного моста. Этот мост будет состоять однопролетный, по нему будет запущен весь поток транспорта, и грузовой, и пассажирский, автобусы. Полномасштабный мост будет, также будут созданы в асфальтном покрытии подъездные пути к нему, с целью разгрузить существующий мост. Капитальный ремонт основного моста будет сделан с тем расчетом, чтобы он смог надежно работать многие годы и отвечал современным требованиям. Будет сделано все необходимое. Заменены балки, будут заменены пролетные строения, новый асфальт постелен, и планируется в течение двух лет выполнить эти мероприятия. Данный мост планируется завершить, ну как подрядчик говорит, в течение месяца-полутора завершат, и пусть это весь транспорт. Согласно плану производства работ, государственному проекту, который пройдет экспертизу, все мероприятия будут выполняться. Максимально подрядные организации строительные будут прикладывать все усилия, чтобы для жителей Славянского района было как можно быстрее ввели в эксплуатацию, вновь отремонтированный капитально этот мост. Таким образом, строительство должно быть завершено в оптимальные сроки и с надлежащим качеством, а значит пожелания жителей Славянского района будут выполнены не на словах, а на деле. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа События.